ешь пока не скажешь стоп уникальней ты чё шорт порвал ой ребята спасибо городок селигман на дороге 66 фотографируемся с раритетными тачками вот короче модель t ford первая модель серийного производства автомобиль двадцать четвертого года полицейская машина какой уровень комфорта бы машинах тех времен нормально ездить можно все реальные машины все здесь стоят ну-ка нету москвы варшава только есть мельбурн есть париж пекин рим банкок берлин лондон варшава глазгоу то есть них лондон и глазгон нет москвы как раз место для москвы есть вот мотоцикл на котором я порвал свои последние шорты на эту меня пора сделать фотографию в таком стиле так сделал шорт порвал короче тачку нашел вот такую это какие-то видимо железнодорога связаны впереди вот такая ось железнодорожная пара опускается в принципе она на том же уровне что колеса по ширине просто она не дает она соскочить машину держит на рельсах так сзади нету а эти колеса просто едут как обычно короче вот такой городок маленький 300 метров протяженности все сплошь и вот из таких вот домиков где продаются всякие сувениры вообще дорога 66 это первая дорога первая трасса которая соединяла индустриально развитый восток америки и дикий запад соответственно сейчас эта дорога уже утратила свое значение потому что таких шоссе много она местами появляется местами исчезает как таковой одной трассы уже не осталось ее каких-то местах заменяют другие трассы и и сохраняли чисто для туристов но каждый американец вообще считает своим долгом хоть раз жизни проехаться по так называемой трассе 66 от чикаго до лос-анджелеса но либо от нью-йорка до лос-анджелеса смотря кто откуда хочет поехать вот но вообще сама трасса идет от чикаго приехали в городок оутман дача не доехали до него две мили остановились в горах сфоткаться с как стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Рома, а ты уйди, потому что я сейчас колючки буду вытаскивать. Пипец. Вытаскивай. Ты видел, как он тянул? Это вообще жесть. Камнями прям. Да. Ты посмотри, что у этого. Он невозможно крепко. Не правда с крючками? Они очень крепко держатся. А у тебя один... Дергай, дергай. Дергать? Он дергай, они очень сильно крепятся. Да нет, у крючков. Давай, там он очень сильно держится. Попробуй уходи. Ты случайно поймал? Я Маргариту вытаскивал. Реально. Лышки, ну чувствуешь, как ты их теперь достанешь? То есть они видны, знаешь как? Подожди, покажи. Сейчас, сейчас. Они, знаешь, в чем? Они, видно, вот туда заходят и как шипы обратно распускаются там. Совсем. Может быть. Маргарита, у вас такая классная пятка. Последняя остановка на трассе 46. Городок Оутман. Вот такой вот городок с салунами, ослами. Вон там резиденция мэра. Купил корм для осликов. Сейчас будем их кормить из рук. Малыш, на. Будешь? На. Ты что? На, кушай. Ну, что ты сытый? Самый маленький острый. Малыш, как-то дела? Да. Хорошенький, малыш. У меня вся еда уже кончилась. Я все твоим братьям и сестрам раздал. Ничего страшного. Вот здесь золотая шахта, с которой во время золотой лихорадки вывезли тонны золота. Наш отель в Лос-Анджелесе. Позавтракали. Сейчас поедем гулять по городу. Вот мы находимся на Аллее Славы, возле Китайского театра. Сейчас найдем Арнольда Шварценеггера. Вот он. Нашел. Вот здесь, видите? Джеймс Фонда. Всякие. Эдди Мерфи. Кто вот еще? Ну, много же неизвестных для нас, но известных для американцев. Арнольд Шварценеггер. Ну что, Серег, ты встретился с Шварценеггером заочно? Да, наконец-то, ребята, я встретился с Арнольдом. Точно. Ха, классно. Супер. Видишь, как у меня рука большая? А нога, поверьте. А нога маленькая. У меня 37-й. У него 42-й, наверное, видео-хэро. Третий, да. Единственный актер современности, который еще не удостоен Оскара, это Сергей Симонов. Ой, ребята, спасибо. Я как хочу всем передать спасибо огромное. Своей маме, своему папе, своей жене. Всем огромное спасибо. Ребята, Оскар, я не ожидал. Я не ожидал. Спасибо. Спасибо. Я не знаю, что вам сказать. Оскар. Благодаря, ребята. Всем спасибо. Америка, Голливуд. Всем спасибо. Спасибо, ребята. Чао. Пока. Если идти по Аллее Славы, то можно увидеть 2600 звезд. Различных людей, которые хоть как-то связаны с медиа. Радио, телевидение, газеты. Все подряд. А здесь пустые звезды. Ты можешь купить звезду, она стоит 25000. У тебя будет собственная звезда на Аллее Славы. Все по ней хотим. Все ее будут пинать, ходить, топтать. Приехали в Грифтскую обсерваторию. Вон там ребята фотографируются с надписью Голливуд. Вот она вот там вот. К ней можно подойти ближе, но это будет не совсем законно. Законный вид, самый хороший отсюда. Вот сама обсерватория. Вот здесь вид на Лос-Анджелес. Вон там уже тихий океан. Мы пришли к Арнольду в знаменитый ресторан. Ресторан? Какой ресторан? Спортзал Голдс Джим. 65-го он был основан. С тех пор Арнольд, постоянный пуститель этого тренажерного зала. Серега договорился с ним на встречу, но пока мы не можем его поймать нигде. Потому что его график очень жесткий. А мы, ну как бы мы не знаем всех деталей. Он просто говорит, что попробуйте там, попробуйте там. Но он ждет встречи уже с нами. Сам зал достаточно простой. Там раздевалка. Несколько тренажеров, зона свободных весов. На улице бассейн. И все. И небольшой магазинчик. В принципе, обычный зал, да? Просто качай железо. Он просто пропитан, знаешь, какой-то... Историей, которая во всем здесь, да? В этих фотографиях. Вот показывают Арнольда. То есть мистер Олимпия, все старые фотки, да? Красиво. Это легендарное место, ребят. Это уникальные кадры. Уникальнейшие. Вот так вот на парковке, короче, паркуются машины. Совершенно бесплатно можно взять. Розетку. Вот она идет, видите? И воткнуть к себе в бензобакы. Все. Зелененький лампчик горит, значит, тачка зарядилась. Вот, значит, гольф электрический. Е. Е-гольф. И BMW i3. Ну, таких вот молодых в Калифорнии, как бы у нас нет. Но в Калифорнии как дофига. Вот он так внутри выглядит. Прикольно как. У него... У него еще и на бензин, короче, есть, смотри. И на электр. Да, да, у него тут, посмотри, в салоне кухонная доска лежит прямо с этими. Можно ножик только и салат покрошить сразу на панели приборов. Ага, да, прикольно, да, действительно. Сегодня мы пришли в корейский ресторан. Так, пожарили нам какой-то фарш. Пошли сейчас. Это пошла свинина сейчас. Свинина же была. Нет, такой еще не было. А, у вас другая. Это уже с жирком. Да, это свинина. Вон там еще мраморная грязь у меня есть. Сейчас мы... Здесь принцип такой, что ты ешь, пока не скажешь стоп. Стоит 25 баксов. И ешь без остановки. Вот все, что ты говоришь, она все приносит. И все это уже входит в стоимость. Очень прикольно. Приехали, сдали машину. Это очень просто. Просто ставишь ее на парковку, отдаешь ключи. И все, они смотрят пробег, повреждения. И все, ты можешь спокойно ехать. Садишься в автобус, он отвозит тебя прямо в аэропорт. Все, закончилась наша поездка. Все грустные. Улетаем. Все сразу повеселели. Обрадовались. Две недели пролетели. Вот, мы стоим в очереди. Сейчас будем регистрироваться. Летим через Стамбул. Беспорядки прошли. Аэропорт открыли. И мы как раз улетаем. В общем, вот это яйца. Здесь, видишь, даже есть белок. Вот здесь можно реально жарить яичницу. Я чмок! Вот, следы остаются. Королев Роман. Я их застрелю сейчас, смотрите. Пау, пау. Что это было? Но я-то знаю. Она ей не понравилась. Тарелки инопланетные. Как бы я сейчас скупался. Субтитры сделал DimaTorzok